С музыкой я связана с самого детства. У меня по материнской линии практически вся семья музыканты в четырех поколениях. Дедушка мой переехал в Молдавию из Беларуси в 1963 году. Когда он переехал в Молдавию, он также работал на кафедре русских народных инструментов. Но настоящей страстью его всегда был джаз и эстрадная музыка. В 90-м году была создана им первая джазовая кафедра в Молдавии, кафедра эстрадно-джазовой музыки. И в 90-х годах он создал первый джаз-бенд в Молдавии. Я с детства в разное время с переменным успехом занималась музыкой. В моей жизни было и фортепиано, и гитара. Мне всегда нравились иностранные языки, мне всегда хотелось путешествовать, мне нравилось общаться с людьми. Почему бы нет, подумала я, вот так и получилось, что я поступила на преподавание иностранных языков. И уже в конце первого курса, опять же, так случайно получилось, что в институте искусств, где работали мама и дедушка, заболел педагог английского. И срочно нужна была замена, хотя бы на непродолжительный период, поскольку ребятам-музыкантам всегда нужно работать с языком, нужен переводчик для концертов, мастер-классов. Я пришла ненадолго, просто заменить преподавателя меньше, чем на месяц. В итоге я там проработала почти 12 лет. Через два года после начала работы в институте я стала куратором эстрадно-джазовой кафедры. Это все, это ведущий концертов, это организатор фестивалей, мастер-классов. Больше 10 лет я, как мне кажется, относительно успешно работала. Потом случился 2017-й переломный, наверное, в моей жизни год. Много всякого произошло, связанное с семьей, и связанное с моей работой, и связанное с городом, в котором я жила. Мне хотелось что-то менять. И вот летом через год я поняла, что надо взять перерыв. Я серьезно собиралась бросить работу. Правда, в итоге еще год с этим не смыслось. Но случилось другое важное событие. Мы как-то гуляли с подругой, обсуждали перемены жизни. Я уже не помню, как и почему. Абсолютно по приколу она решила установить меня на телефон Тиндер. И в какой-то момент я свайпнула вправо, по-моему, это так делается, фотку Дениса, который работал и работает на Вайзере. Мы стали общаться, было очень интересно. Мы все планировали встретиться, но никак не получалось. В один вечер Денис мне предложил купить билет. Я это восприняла все как шутку. Наверное, не стоит воспринимать как шутку, когда человек просит прислать фотку твоего паспорта. На следующий день он спросил, пришел ли мне билет на почту. Оказалось, что на следующий день мне нужно было лететь в Минск. Оказалось, что я была в шоке. Это ничего не сказать. Вот я приехала в Минск. И, можно сказать, состоялось первое свидание с Денисом. И в тот же день, абсолютно в то же время, состоялось первое свидание с видеоотделом и Вайзером. Это было неожиданно, но очень классно. Наверное, в тот момент я первый раз поняла, какая это крутая команда. Когда ты первый раз видишь людей, еще и у тебя свидание в этот момент. И вам всем абсолютно комфортно. Это была настоящая атмосфера Вайзера, наверное. Еще год в итоге я провела в Тирасполе, периодически приезжая в Минск. Но в итоге мы решили, что пора с этим всем завязывать. И в июне 2019 года я переехала в Беларусь. Я сразу начала искать работу. Изначально я хотела найти работу по специальности, что не связанное исключительно с преподаванием или с переводами. Но как-то не складывалось. Да и, наверное, я поняла, что устала от этого и нужно найти что-нибудь новое. Денис предложил повернуться и посмотреть в сторону IT. Я отправила резюме в несколько компаний, в частности, в Вайзер, поскольку как раз была вакансия комьюнити-менеджера. На тот момент я очень отдаленно представляла, кто такой комьюнити-менеджер и чем он занимается. Пришлось много гуглить, много смотреть и изучать. Мне прислали тестовое задание, я его сделала. После этого было собеседование в офисе. Я поняла, что да, это те люди, с которыми я хочу работать, и это то место, где я хочу работать. Первый день был очень волнительный. Вокруг тебя супер-классные люди, которые все нацелены на то, чтобы сделать что-то очень крутое. Они готовы прийти на помощь. Никто не относится к тебе как к новичку, который здесь сидит, ничего не понимает и всем мешает. Для работы в первую очередь нужно было научиться разбираться вообще в игре, научиться разбираться, что такое игровые логи, что такое стоит игрока, что значит все эти буквы и цифры, которые раньше мне были совершенно неведомы. Но это совсем не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Моя работа — это не только комьюнити, но и локализация, и саппорт. То есть перевод игровых текстов, поддержка игроков, ну и, собственно, комьюнити. К счастью, все предыдущие навыки мне очень помогли. В первую очередь, конечно, общение с людьми. После того, как я общалась с огромным количеством музыкантов, людьми из правительства, людьми, занимающимися самой разной деятельностью, общаться с игроками значительно проще. Конечно, очень пригодились навыки иностранного языка. Я перевожу тексты, которые нам пишет наш прекрасный чудесный нарратив. Ну и, конечно, я пишу тексты постов для Фейсбука. Многое поменялось, наверное, во мне. Я стала более расслабленным человеком. Я стала больше кайфовать от жизни. Я очень кайфую от своей работы. Каждому хочется заниматься крутым делом. И классно, когда ты хочешь с утра идти на работу, иногда не хочешь вечером с нее уходить. Когда ты идешь на работу не только потому, что тебе надо зарабатывать деньги, хотя и деньги ты хорошо зарабатываешь, но и тебе туда хочется, потому что там классные люди, крутой рабочий процесс. Ты получаешь отдачу от всего, что делаешь. Ты видишь результат своей работы. Ты просто кайфуешь каждый день.